Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня такая проблема, мне 22 года, я живу с мамой, причём не родной, она меня воспитывала в 5 лет. Своих детей у неё нет, делала когда-то аборт, хотя я могла родить. Когда зашла эта тема, на что она зашла, рассказав, что есть кого воспитывать, то есть меня. Это ужас, казаченька, каторга, постоянно во всём меня винит, говорит, что я дыряхая, ничего не умею делать, делаю не так, как надо. Понимаете, а я действительно в это верю, так как она хорошо меня манипулирует. Что я потом думаю, что я действительно никчёмный. До сих пор она мне заказывает вещи из интернета, где, конечно, мне нравится. Я соглашаюсь, но порой я сама не могу купить себе одежду, потому что она реагирует, фу, что-то купила, что-то купила, и так, сейчас это не в моде. Делаю по дому дела, постоянно навожу порядок, там, где она ни разу палец-опалец не ударила. Мы делали ремонт, а лет 5 назад, конечно, много чего ещё делать, до сегодняшнего дня всё затихло. Я ей говорю, давай делать потекуньку, на что она отвечает. Ты умеешь делать его? Я нет. Говорю, давай наймём, как-то трассе. Говорит, чтобы я от неё встала, наделать ничего не хочет, а я стараюсь эту квартиру преобразить, доделать ремонт, и я понимаю, что кроме меня это никому не нужно. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, как поступить? Что делать в такой ситуации, как поступить, чтобы что? То есть цель, цель у вас какая? Вот, было бы неплохо, если бы вы эту цель, так скажу, сформулировали бы. И постарались до нас донести, потому что вне зависимости, в зависимости от цели, вот, уже можно будет вам что-то рекомендовать. Есть трёх проблем, такие как, например, неуверенность в себе, низкая самооценка, зависимость от мамы, ну, в какой-то степени отсутствие личных границ, потому что в 22 года вам, как бы, покупают одежду. Вот. Есть вопрос, касающийся ваших интересов. То есть, вот, что вам интересно по жизни. И необходимость эмоциональной сепарации. Может быть, даже речь идёт о физической сепарации. Вот. То есть, отделение. Отделение. Вы обратите, пожалуйста, внимание, на то, что вы жалуетесь, да? На свою маму. То есть, вы говорите, вот, ну, что она такая, да? Что она такая, и предъявляются здесь, скажем так, определённые претензии, то есть, не принимаете её. Такой, какая она есть. И это большая проблема, потому что с одной стороны, не принимаю твою маму, с другой стороны, пытаясь её переделать, и с третьей стороны, ставя себя в зависимость от неё, того, вы, в общем-то, сильно, достаточно, достаточно, достаточно сильно снижаете качество своей жизни. вот, вот, такой я бы дал вам ответ, с точки зрения психологии. необходимо корректировать ваше отношение к себе, в частности, в тех местах, где вы действительно ей верите, говорите, то есть, вы понимаете, что там, где верите сами твоей маме, это ваш выбор, собственно, это ваша ответственность верить твоей маме, вот, и, соответственно, необходимо как бы замечать да, и видеть, что вы утрачиваете возможность быть самой собой. Вот. Собственно, этому и нужно учиться быть самой собой. Тогда манипулировать вами будет гораздо сложнее, чем сейчас. сейчас у вашей мамы по большому счету есть все необходимые ресурсы, все необходимые средства для этого. И данный аспект необходимо учитывать и понимать. вот такая картинка мне вырисовывается. Мне видится, что вы пытаетесь как будто бы заработать очки у своей мамы. Как будто бы. Как будто бы. То есть, как будто бы вы пытаетесь добиться ее любви. Вопрос заключается в том, насколько это эффективно. как будто бы это Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. удачи, благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. остальных. До до